Всем привет! Вы на канале вкусные истории. Сегодня я приготовлю майонез из двух яиц для праздничных салатов и не только. Такой способ приготовления домашнего майонеза подходит только для погружного блендера. Для миксера или венчика такой рецепт не подходит. Нам понадобится 2 яйца куриных, горчица, чайная ложка соли и чайная ложка сахара. Если вы не любите сильно соленое, можете положить 1 четверть чайной ложки на одно яйцо. То есть в нашем случае это половина чайной ложки на 2 яйца. Сок лимона и 300 миллилитров растительного масла. И емкость, с которой мы будем это все смешивать и взбивать. В идеале все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Я их заранее достал где-то за полчаса. В нашу емкость, в моем случае это банка вот такая, в которой я постоянно делаю майонез. Выливаем 300 миллилитров растительного масла. Высыпаем сюда соль и сахар. Чайную ложку горчицы. Я сыплю на глаз, но где-то чайная ложка у меня здесь получается. У меня лимонный сок вот в такой вот банке. Вы можете использовать сок обычных лимонов. Здесь по сути тоже лимонный сок. То есть это не концентрат, это именно лимонный сок. Я наливаю чайную ложку лимонного сока. Это нам надо для осветления и придаст небольшую кислинку. Очень-очень легенькую. И аккуратно вбиваем сюда 2 яйца так, чтобы желток остался целый. Это важный момент. Теперь можно взбивать. Главное все ингредиенты сложить в той же последовательности в банку, как я это сделал. И очень важный момент. Нам надо, чтобы у нас яичные желтки находились прямо под ножами. Мы их накрываем и начинаем взбивать. При взбивании блендером потихоньку поднимаем его наверх. Все, наш майонез готов. Вот смотрите, какой майонез густой получился. Вот ложка стоит без проблем. Такой майонез можно использовать для приготовления любых блюд и салатов. Хранится такой майонез в герметично закрытой посуде в холодильнике где-то до недели. Вот такой вот быстрый и легкий способ приготовления домашнего майонеза. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте делиться этими видео. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok